В этой семье никогда не слышны шумные споры за обеденным столом. Все завтраки, обеды и ужины для Ивана Ирины Болсуновских проходят в полнейшей тишине. Ирина родилась глухонемой, Ваня оглох в полтора года после Менингита. Как говорят на языке жестов ребята, к тишине уже привыкли. В детстве мама Ивана пыталась вернуть мальчику слух, даже отдавала его в обычную общеобразовательную школу. Только всё без толку. Первые несколько классов я учился в обычной школе, потом меня определили в специнтернат. С самого детства я занимался спортом в команде с обычными детьми, поэтому неловкости какой-то никогда не чувствовал. В спецшколе он встретил свою половинку. Ирине глухота передалась по наследству. Однако ребята не побоялись завести детей, хотя глухота вполне могла перейти и к их малышам. Сейчас старшей Наталье семь лет, из школы девочка носит одни пятёрки. Богдану пять лет. Главное, говоруны в квартире они. Кстати, для общения с родителями дети освоили язык жестов. Когда была беременна, не думала об этом. Думала только о детях. Конечно, не хотелось, чтобы дети были глухими, как мы. Бог помог, дети слышат. Увлечения в детстве спортом не прошли даром для главы семьи. На городской спартакеаде, приуроченной к декаде инвалидов, Иван Болсуновский стал рекордсменом по количеству заработанных медалей. Ему по силам любые виды спорта. Награды не пылятся в дальнем ящике. Маленькая Наталья любит публичные выступления. К медалям папы собирает свои почётные грамоты. Я ответила на все вопросы правильно, и мне с Москвы эту грамоту прислали со школы. Главное – не пускать руки, уверены супруги Болсуновские. Ведь инвалидность – не приговор, с этим можно жить, а желательно ещё и научиться радоваться. В обществе глухих эта пара – пример для подражания. Во-первых, забота о детях. Не в каждой семье у нас такая забота о детях. Во-вторых, что активны они и в обществе, и во всей деятельности своей жизни. Вот сколько у них есть энергии, мне кажется, они отдают своим детям в работе и, я думаю, в общественной жизни. Ира трудится на локомотиво-ремонтном заводе. Иван работает на себя. Как индивидуальный предприниматель он оформил свою обувную мастерскую. Нашёл напарника, кстати, тоже глухонемого. Арендует помещение. А тишина вокруг не пугает. Главное – слышать сердцем. Ольга Муравьёва, Николай Фарафонов, Игорь Антонов, Телемикс.